МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водород, кислород, углерод, фосфор, кальций, азот. Сравнительно просто обратить нормального человека в коллекцию химических элементов. Обратное гораздо труднее. Но если вникнуть в ту гениальную схему, по которой атомы нашего тела собраны в белковые молекулы, если эти молекулы собрать надлежащим образом, в словом, если научиться синтезировать то, что мы из себя представляем, я возник бы сейчас перед вами в своем обычном виде. О, простите, ошибка. Ну вот, теперь как будто все правильно. Да, это я. Ну, а это, как вы очевидно догадались, уже мое отражение в зеркале. Тут вам, конечно, все понятно. Зеркалами нормального человека не удивишь. Ну, а сейчас? Кого увидит сейчас на самом деле? Меняли мое отражение? Пиджак и часы я нарочно снял, чтобы не было улик. Меня выдает только одна деталь. Прическа. Иначе здесь были бессильны любые детективы. Это конца меня может разоблачить только наш оператор. Ну вот. Сейчас вы видите, что я стою к вам спиной, а мое отражение — лицо. Зеркало как бы развернуло мягкого. Так что моя правая сторона, оставаясь на самом деле справа от вас, в зеркале стало выглядеть как левое. А левое, наоборот, стало правое. Ну, а теперь подумаем. Справа, слева. Что это, собственно, значит? Ведь сами по себе эти слова лишены всякого смысла. Здесь все зависит от нас. От нашей точки зрения. Ну, скажем, сейчас вот этот стол. Справа от меня кресло, слева. Ну, а сейчас наоборот. Вот этой вазе, например, безразлична, в зеркале она или нет. Потому что правая и левая стороны ее абсолютно одинаковы. Так отражаются в зеркале все симметричные вещи. Мы с вами тоже, по крайней мере, на первый взгляд, существа вполне симметричны. Весь наш опыт, все эксперименты, просто здравый смысл говорят нам. Мир, в котором мы живем, зеркально симметричен. Природа ни в чем не отдает предпочтение правому или левому. Если во Вселенной что-либо происходит вправо, с таким же успехом это может происходить влево. Когда в природе что-либо остается неизменным, физики любят выражать это постоянство в форме закона сохранения. Ну, вы помните, наверное, из школы, скажем, закона сохранения массы или энергии. Зеркальная симметрия, то есть полная равнозначимость правого и левого, тоже выражается в форме такого закона. Закона сохранения четности. Почему четности не важны, это долго объяснять. Вот в согласии с этим законом можно объяснить сохранение четности следующим образом. Если бы мой зеркальный двойник вдруг каким-либо образом ожил, я бы никак не мог толковать ему, что он-то в зеркале, а я на самом деле. Что он живет в отраженном мире, а я-то настоящий. Он то же самое с таким же основанием мог утверждать обо мне. Но поскольку оживание зеркальных двойников нам пока еще не угрожает, физикам жилось в этом смысле спокойно. Все-таки приятно сознавать симметрию и гармонию Вселенной. Приятно думать, что в этом трудном противоречивом мире хоть что-то сохраняется в равновесии. Так было. И вдруг все рухнуло. Именно здесь разразилась катастрофа, которая потрясла самая основа физики. Сейчас вы узнаете, что такое фантазия. И не думайте, будто вы представляете себе, что это такое. Ничего подобного. Вы об этом узнаете от меня, когда мы с вами отправимся в мир элементарных частиц вещества. Мы называем их элементарными. Просто потому что не придумали ничего лучше. Сто лет тому назад мы сказали бы, что элементарные частицы это атомы. Потому что считали их тогда неделимыми. Сорок лет назад назвали бы электроны и протоны. Через пять лет к ним прибавили бы нейтроны. Потом пионы, мюоны, каоны, гипероны. Сейчас их уже около ста. А через год, если бы кто-нибудь знал, что будет через год, во всяком случае легче не будет. Мы ведь изображаем частицы в виде шариков. Тоже потому, что просто не можем придумать ничего лучше. На самом деле шариков нет. Потому что частицы, как поручить те же, не имеют облика. В физике микромира есть такое понятие. Спин. Грубо говоря, спин — это вращение частицы вокруг своей оси. В принципе, все частицы вращаются, как этот волчок. Вот и теперь представьте, то же самое, только без волчка. Ловили? Вращение есть, его даже можно измерить. А волчка нет. Если это вам все еще трудно, вспомните чеширского кота из «Алисы в стране чудес». Этот кот, как известно, умел улыбаться. Причем сначала появлялась его улыбка, а затем уж сам кот. Так вот, спин — это улыбка кота. А самого кота нет, не появился. Странность этого мира уже теперь не просто литературный образ. Странность стали вычислять, как физическую величину. Есть частицы, странность которых — единица, ноль, минус два. Частицы, странность которых отлично от нуля стали, называются странными. Как будто другие не странные. Вот число таких странных частиц относится открытые лет 15 назад к амезонам. Теперь мне придется для наглядности опять вернуться к несуществующим шарикам. К амезоны — нестабильные частицы. Они мгновенно распадаются на более легкие, пи-мезоны. И вот выяснилось, что одни к амезоны распадаются на два пи-мезона. А другие — точно такие же. Натрия. Можно, конечно, спросить, ну и что? Два, три, какая разница? Но физики забеспокоились. Они заметили, что этот загадочный распад противоречит закону сохранения отчетности и нарушает, милый нашему сердцу, симметрию природы. Но никто этого не решался сказать вслух, потому что все, что противоречит фундаментальному закону природы, в серьезной науке не обсуждается. Как, скажем, телепатия или идея вечного двигателя. Загадка к амезонам долго не давала физикам покоя. О ней заговорили в крупнейших научных центрах мира, институтах, лабораториях, ну и, конечно же, на конференциях. И вот запрещенные слова были все-таки сказаны. В 56-м году на конференции в Нью-Йорке известный физик Ричард Фейнман спросил, а всегда ли выполняется закон сохранения отчетности? На этой конференции присутствовали два молодых американских физика Ян и Ли. Один из них поднялся на трибуну и сказал, что, вероятно, не всегда. Это было неслыханной дерзостью. Примерно в то же время на международной конференции в Киеве о сохранении четности спорили американский физик Гэлман и выдающийся советский ученый Ландау. Но Ян и Ли не унимались. Вскоре появилась их статья, в которой предлагалось прямым экспериментом проверить, а не различаются ли правые и левые при слабых взаимодействиях. Да, тут надо еще сказать, а что такое слабое взаимодействие? Ну, в общем, так. Толком этого все равно никто не знает. Известно только, что слабые взаимодействия наверняка слабее сильных. То есть тех, которые удерживают в ядре протоны и нейтроны. Но зато они же во много тысяч раз сильнее гравитационных взаимодействий. То есть тех, которые удерживают на орбитах планеты и звезды. Но, однако, нарушение симметрии мира казалось столь невероятным, что большинство физиков думало про себя. Пусть этими проверками занимается кто-нибудь другой. Вызов Яны и Ли приняла их соотечественница, профессор Колумбийского университета ВУ. Идея эксперимента ВУ заключалась в следующем. Известно, что ядра радиокобальта, кобальта 60, в обычных условиях испускают электроны беспорядочно во всех направлениях. Однако, если охладить кобальт почти до абсолютного нуля и поместить в сильное магнитное поле, то электроны будут вылетать уже преимущественно в направлениях магнитных полюсов. Теперь поставим счетчики и сосчитаем вылетающие электроны. Если количество электронов, вылетающих в обоих направлениях, будет абсолютно одинаковым, закон сохранения четности действует. И природа микромира симметрична. Если нет, один из основных законов физики рухнет. В Швейцарии результатов этого опыта с нетерпением ожидал известный физик, теоретик Вольфганг Паули. Я не верю, говорил он, что Бог является левшой в управлениях слабыми взаимодействиями и готов побиться об заклад на любую сумму, что эксперимент даст симметричный результат. Не знаю, заключил Паули такое пари или нет, но если заключил, то он его проиграл. Электроны в эксперименте Вуи спускались несимметрично. Большинство из них их спускалось в левом, в южном направлении. Это открытие не только взбудоражило научный мир, но и стало газетной сенсацией. Газеты писали, например, почти полностью завершенное здание теории вдребезги разбито в самой своей основе. И мы не знаем, как собрать воедино его куски. Чтобы спасти идеи всеобщей симметрии Вселенной, физики стали строить самые невероятные гипотезы. Одну из них предложил все тот же Паули. Вот тогда-то великий физик Нильс Бор сказал свои знаменитые слова. Все мы согласны, что ваша теория безумна. Вопрос состоит в том, достаточно ли она безумна, чтобы иметь шансы быть верной. По-моему, она недостаточно безумна для этого. Достаточно безумной оказалась гипотеза, предложенная Львом Давыдовичем Ландау. зеркальная симметрия Вселенной сохраняется. Если электрон себя видит в зеркале, как позитрон, вот и все. Ничего не понятно, да? Что поделаешь, наука становится трудной. Один остроумный физик сказал, что большинство статей, посылаемых в физические журналы, отклоняются не потому, что их нельзя понять, а именно потому, что их можно понять. Вот как раз те, которые нельзя понять, как правило, печатаются. Сорок лет назад вот такой же непонятной и безумной казалась теория английского физика Поля Дерака. Дерак утверждал, что в природе кроме электрона должен существовать его двойник антиэлектрон. Эти частицы во всем абсолютно одинаковы и отличаются они только знаком заряда. Электрон частица отрицательная, а антиэлектрон его потом назвали позитроном положительная. Говорят, что Дерак и сам не очень верил в реальность своей теории. А через несколько лет позитрон действительно был обнаружен. Мало того, оказалось, что у каждой элементарной частицы есть своя античастица с противоположным по знаку зарядом или магнитным моментом. Журналисты и писатели фантасты ликовали. Ведь если есть античастица, значит, есть и антивещество. И могут быть целые антимеры, в которых живут антилюди. Представляете? Я и антия. И вот мы встретились. произойдет, как говорят, анниделяция. То есть полное уничтожение вещества с переходом его в свет. Теоретически ничто не опровергает идею существования антимера. Как, впрочем, ничто не подтверждает. Бесспорно только одно. античастицы действительно существуют. А в самое последнее время, буквально в этом году, на гигантском серпуховском ускорителе, профессор Юрий Прокошкин и его сотрудники получили первые ядра антиделия. Это уже не просто элементарные частицы, это настоящее антивещество. Ну, так вот, идея Ландау заключается в том, что частицы и античастицы это не просто двойники, а зеркальные двойники. Значит, различие между отрицательным и положительным зарядом каким-то пока еще не вполне для нас понятным образом сводится к различию между правым и левым. А поскольку зеркало меняет местами право и лево, то значит электрон себя и видит в зеркале как позитрон. Таким образом по Ландау ось симметрии Вселенной как бы проходит не внутри вещества, а между веществом и антивеществом. Или, если хотите, между миром и антимером. Если бы наш фильм снимался лет шесть назад, он так и вышел с благополучным концом. Но в 1964 году в Дубне на конференции физиков-ядерщиков вновь прозвучал сигнал бедствия. Оказалось, что камезоны, все те же проклятые камезоны, иногда распадаются сам неожиданным образом, нарушая уже не только обычную, но и комбинированную ландавскую симметрию природы. Познание природы напоминает борьбу с мифологическим драконом. Каждый раз на месте одной отрубленной головы вырастают две новых. И последней головы не будет никогда. Никогда. Продолжение следует... Продолжение следует...